Так, дорогие друзья, с вами онлайн-школа «Русская роспись». Зинаида Владимировна Голубева с нами сейчас, подайте голос, Зинаида. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Рада вас здесь приветствовать. С радостью хочу поделиться секретиками по графике линером и цветными карандашами. Да, у нас, так как у нас скоро будет вебинар, 28 марта, будет у нас бесплатный мастер-класс, вебинар по графике. Вот такой яркой, красивой цветочной графике для любого уровня подготовки. У всех получается всегда эта техника очень несложная и доступная. И самое главное, материалы очень доступные. То есть это просто линеры, цветные карандаши. Линер – это такой тонкий-тонкий фломастер и ручка. Об этом уже в материалах подробно Зинаида расскажет. Сегодня она решила поделиться с вами небольшим секретом. Как придавать изображению графики, выразительность, объем. Вот есть одно из средств, которое нам сегодня с вами поделится. Будем рады, если вы потом напишите нам в комментариях, использовали вы этот прием, может быть, знали раньше, или это что-то новое для вас было. Итак, дорогие друзья, я сейчас вам этот прием буду показывать. Сейчас покажу, какими я рисую линерами, на какой бумаге я рисую. Посмотрите, у меня здесь лежат цветные карандаши. Поближе сейчас сдвину камеру, чтобы вам было виднее. Простите, вот так, наверное. Вот так, да? Вот тогда вам будет видно. Здесь у меня лежат цветные карандаши. Можно использовать простые карандаши, любые. Можно использовать карандаши акварельные. Ну, например, вот как в данном случае, вот такие вот карандаши. Не имеет значения, какие будут карандаши. Мы рисуем по-сухому. Воду мы не добавляем. А рисуем мы при помощи простого карандаша. Желательно, чтобы это был не мягкий карандаш. HB – это карандаш, может быть, твердый, для того, чтобы нам нанести рисунок. А вот бумага у меня, она всегда хорошая, плотная. И она имеет текстуру для акварели. Потому что именно на такой бумаге лучше всего рисовать то, что сейчас я вам буду показывать. Мне очень нравятся такие небольшие объемы. Мне очень нравится эта фирма Палаца. И 200 грамм на метр квадратный – так определяется весовая часть нашей бумаги. Но если у вас есть другая акварельная бумага для ученических работ, вы делаете формат А5 и рисуете на ней. Только обратите внимание, всегда акварельная бумага недорогого сегмента. С одной стороны она выпуклая, с другой стороны она абсолютно гладенькая. И начинающие художники очень часто путают листочек бумаги, переворачивая и рисуя с обратной стороны. Здесь тоже так же. С одной стороны более она гладкая, как будто бы ватман. А с другой стороны объемная. Именно для этих целей я вас сегодня и собрала. Потому что рисовать я буду тонким линером. Тонкий линер – это, может быть, капиллярная ручка. Вот очень мне нравится, всегда рекомендую. Из недорогих серий фирмы Берлинга. Потому что и ширина достаточно, видите, 0,4 мм. То есть она не очень тоненькая и не очень широкая. А вот как работать, например, очень тонким линером и очень толстым, я тоже думаю, вам когда-нибудь запишу такой мини-урок. У нас на курсе. Да, у нас на курсе нет. То, что я хочу показать совсем, этого нет. Значит, это передача объема двумя толщинами называется. А это у нас просто вот прямая такая вот линер можно заменить даже гелевой ручкой. Например, можно купить из недорогой серии. Например, вот такие вот ручки мы вот с Татьяной купили. Вот 0,3 очень тоненькие, хорошие. Они недорогие. То есть отличаются они еще тем, что линер при попадании воды он не растекается. Но вот капиллярная ручка растекается, а линер нет. Поэтому это такой вот фломастер очень тоненький для тех, кто первый раз с нами. Если у вас даже этого нет, то вы можете взять любую гелевую черную ручку. А вот использовать секретный прием я буду вот такими карандашами для пастели. Они разного цвета, они разной мягкости. Вот эти карандаши с одной серии, два карандашика, серый и сиреневый. А вот черный карандаш, темно-серый, я бы так сказала, графитовый, он из другой серии. Графитовый или тоже пастельный? Он тоже пастельный, но цвет графитовый такой, да. Но я бы сказала, это такой светло-серый цвет, цвет или такого, как говорится, светлого асфальта. И вот посмотрим, что мы будем делать. А здесь я использовала такой вот, вот такой интересный предмет. Это такая резиночка, резинка для стирания таких элементов, как где-то вы сделали ошибочку, где-то вы подправили, у вас дрогнула рука, линия заехала. Вот такая вот резинка, самая лучшая, она оттирает даже шариковую ручку. Поэтому я тоже ей буду пользоваться. И обычная резиночка. Для примера я вам приготовила здесь свои зарисовки из скетчбука. Вот, например, как можно рисовать на такой бумаге тоненьким линером. И потом, используя цветные карандаши, любого вот качества, сделать красивую тонировочку. Вот такие цветочки, которые можно тоже. На примере я вам покажу прямо сейчас, как мы будем использовать пастель. Если у вас пастель есть дома, но она в мелках, то можно также использовать ее. Итак, давайте с этой работы я и начну. Смотрите, у нас с вами два карандаша. Вот таких серенький и сиреневенький. Вот я сиреневеньким цветом добавлю внутри каждого цветочка небольшую тональность. Так как у нас акварельная бумага, и вы слышите, как шуршит она, получается очень несложно и максимально нежно растягивается сиреневый оттенок от центра цветка к окончании листиков. Я даже до конца не буду их закрашивать, потому что здесь у меня стоит другая задача сегодня. Если у вас нету, например, пастели, вы также можете взять и порисовать цветными карандашами. Абсолютно так же. И использовать цветные карандаши можно. Если у вас цветные карандаши остро заточены, вам нужно взять обычную мелкую шкурку. И об шкурку выточить свой карандаш таким образом, чтобы у него одна сторона была плоская. Потому что, если вы будете брать острием рисовать карандашик, вам очень тяжело будет работать на растяжку. Поэтому желательно карандашики, чтобы были не заточены. Для этого приема. Приемов в графике чрезвычайно много. А также у меня записан курс, как рисовать кофе, чаем. Делаем настой кофе, чаем. И это великолепно использовать тоже в сочетании с линером. Возможностей очень много. И каждый найдет для себя какое-то интересное направление. Вот. Теперь я беру серый цвет, посмотрите, и рядышком. Начинаю, не дотрагиваясь до примерно одного миллиметра, вырисовываю на растяжку на нет тени. Обратите внимание. Сначала я делаю жирно, потом нежнее. И так же я поступлю со всеми лепесточками. Благодаря такому нехитрому приему художники достигают буквально 3D-объема. Некоторые называют это прием с тенями. Но на самом деле это как бы искусственные такие тени. Потому что если в жизни у нас же растения под ветром шевелятся, они изменяют у нас направление. А в данном случае мы видим, как здесь тени, выбранные с правой стороны, играют нам на руку. Из-за того, что бумага такая вот зернистая, растяжка происходит очень быстро. Хотя здесь очень много нюансов и много дополнительных элементов. Заостренные лепесточки, бутончики. Тогда спрашивается, а что же делать с левой стороны? Представьте, что у каждого цветка только правая сторона оттеняется. И бутончики также оттеняются. И, казалось бы, рисунок-то несложный, очень такой простой. Но при помощи дополнительных таких приемов он достигает очень интересную... Такой превращается в интересную работу. В такую, вы знаете, как бы с дымкой мы рисуем теневую часть. Это очень красиво работает с пейзажами. Ну, а мне хочется именно цветочки порисовать. И вот, посмотрите, как интересно у нас уже получилось. Уже появилась глубина в цвете. Появилась интересная такая градация. Если вам кажется, что вы нечаянно где-то очень ярко сделали, вам необходимо купить резинку, которая называется клячка. Сейчас эти резинки продаются в обычных магазинах для канцелярии. И этой клячкой нужно примакивать какой-то оттенок более яркий, который вам хочется сделать. Ни в коем случае не пользуйтесь резинками. Если вы будете пользоваться резинками, вы очень сильно размажете. Поэтому вы можете вот так примакиванием обычную резинку сделать. Поглядите, как хорошо убралась наша теневая сторона. Посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...